имен документ который действовал сам марта его должны были марте опять продлевать то есть вчера у меня был легальный документ пока уже из-за этого меня не могли быть говорить более того отказа от статуса мы обжаловали по касации пока что касаться это следующие несколько месяцев даже если бы я не был постоянным жителем меня нельзя было выговорить но я был постоянным жителями мимо от меня вообще не забыла выговорят из украины это нарушение всех юридических но это первое второе порошенко по проказу порошенко декабре прошлого года я был арестован таким же методом как вчера был заплачен с применением грубой силы и мне предъявили обвинение государством перевороте сотрудничестве с российскими спецслужбами и получение денег от никого кучи который я не знаю жизни дал и знать не хочу и никакого отношения к не естественно к нему не имею если человек обменять государством перевороте а судья сразу отмела это отпустила меня судя лазер галлиса цокола и сказала что тело фейковое и меня нельзя посадить и под домашний арест если человек обвиняют государство перевороте его не изгоняют из страны настолько не нужно нужно не уважать законы настолько надо быть полным неучив есть прекрасный у кого искусловный выглас чтобы вы выставить страны человека обвиняемого тяжелых преступлениях против той страны я хочу спросить луценко который сейчас уже отбежевывается от этой высадки хотя вот этот уголовный преступник несколько дней тому назад предъявил публичными ультиматум или сам поедешь голландию или у тебя насильно экстрадируем грусть как сейчас я буду являться на судебное заседание я же преступник да вы же в верховной ради объявили окажется что я и мультики показывали что я хотел свергнуть власть украине что я брал деньги у русских меня будут судить в украине или нет как я сейчас попаду украинский суд или вы хотите меня объявить сейчас розыск я хочу спросить вот я тут я говорю заберите меня обратно украину я хочу чтобы меня судили украине как бездипломный прокурор на это будет отвечать что будет с этим фейковым уголовным делом по которым нет ни одного свидетеля к которому телефонный так там на живом разговора оказался монтажом и это признала фактически прокуратура на бумаге прям как с этим уголовным делом каким образом будет решаться дальше уголовным делом то есть поражайте наплевать на законы украины у них одно для себя все полная безапония для врагов полный беспредел подумайте о том что когда четыре дня тому назад меня пытались первый раз похитить в вермонте все их службы говорим мы не причем сакашир показалось параха боты это специальные животные виртуального мира утверждали что у меня мания преследования что мне показалось что меня хотели схватить об этом же сказал сказала прокуратура и все государственные службы так вот я хочу сказать дорогие украинцы вам и управлять патологическим рудные брехуны люди которые так врали четыре дня тому назад по конкретному факту попытки моего захвата не заслуживают быть управленцем великой страны и последним убрал сакашир из меня из украины физически порошенко рассчитывает что он лишился того политического оппонента которого больше всего боится фактом того что больше всего меня боится более чем достаточно они он сначала зарегистрировал нашу партию рух новых сил на другого человека который переименовали михаил сакашу и министерство юстиции это сделал он лишил меня гражданство он не пускал меня в украину под надуманным надуманным предлогами он сфальсифицировал вместе с луценко уголовное дело против меня сейчас он незаконно меня выкинул физически страны он меня очень боится и боится он меня не потому что у меня есть деньги или армия или какие-то мощные структуры за мной они боятся потому что меня невозможно купить я с ними не договариваюсь я никогда в жизни не договариваюсь с сомковыми ватными элементами олигархами и коррупционными элементами вся моя жизнь посвящена борьбе против них я отказался с ними договариваться в одессе здесь я был бы шоколадный сейчас у меня было было бы пуху если бы я делал то что порошенко меня призывал сделать в одессе часто заниматься как он говорил фандрейзингом у одесских бизнесменов то есть вымогательство это то что он не говорил лично много раз занимается в андрееве я отказался это делать я отказался закрывать глаза на его злодеяния коррупцию поэтому попытка избавиться меня как от украинского политика обречена я был я остаюсь и украинским политиков также как являюсь грузинам естественно но я буду восстанавливать свое украинское гражданство я буду знаете у меня вчера после вчерашнего очень боится полить шея потому что они всячески меня душили всю дорогу как шариковых так вот я хочу сказать шею у меня пройдет а шею украинскому олигархату вместе с украинским народом мы свернем я им обещаю мы свернем шею ахметову этому убийце хладнокровным из 90 который продолжает убивать украинцев ежедневно через тарифы мы свернем шею порошенко это банди мы свернем шею луценко и луценко пойдет туда на этот раз заслуженно откуда его один раз выпустили и кружка у него есть слава богу не надо будет на его кружку тратиться тюремная и все они они пойдут не больше потому что европа их не примет они поедут не в эту ужасную тиктатуру потому что вряд ли они даже и хотят они пойдут украинскую тюрьму благо у меня есть опыт как эти тюрьмы функционируют я думаю как раз там их самое место переехать из своих дворцов позднее кончезарства украинскую тюрьму и это я обещаю петр алексей чувак юрий витальевич вам бандиту арсену аваркова 3 и всем ахметова 4 и всем остальным которые выполняют их вязаный приказ это при раз вторая история что с каких это пор как раз вчера исполнилось я не знаю сколько лет когда из советского союза выгнали солженицев другая была эпоха точно также его арестовали схватили и выгнали советского союза точно также лишали гражданство других советских диссидентов и порошенко типичный продукт из арабской советской системы молдавской социалистической республики он когда мы учились в университете был молдаванином это молдавский барыга который захватил власть украине я очень люблю молдаван не не против не просто смешно когда молдаване решает решать грузина гражданство так вот как типичный продукт молдавской социалистической республики советского союза он мыслит советских категориях так вот очень серьезно ошибаетесь под алексеевич при современных технологиях при коммуникациях при возможности людей передвигаться слава богу нас есть безвиз я буду практически почти также эффективно в европе ближайшие недели как был бы украине украине наоборот меня каждый день преследовали за мной следили постоянно устраивали провокации постоянно записывали постоянно применяли физическую силу арестовывали а здесь я на свободе европа свободно украина будет свободу и свободы сакашвили для вас 10 раз более опасен чем даже тот которого вы преследовали украине поэтому юридически я буду добиваться точно так же как они незаконно меня выбрать выгнали из украины точно так же больше может потребовать реадмиссию любой момент меня в украину кстати но даже если оставить этот вопрос стороне я уверен мы вместе своим друзьям нашим друзья мы вместе организуем массовое протестное движение который стоит намного сильнее она уже есть украине и мы мирно отодвинем олигархов от власти да они сами не уйдут они будут сопротивляться но когда нас будет на улицах миллион их никто не будет спрашивать они хотят уходить или нет своими своим собственной ногой порошенко из своего дворца изолятор на оскольдово не перейдет там где сидел я кстати в камеру луценко души хорошая камера я думаю что они заслужили такой они по обязательно и это тут движение будет расширяться я найду момент когда ему по физическим присоединится на территории украины а до того ближайшие недели я буду активно работать с европарламентом с европейским политикам с американским политикам мы будем создавать свой список магнического по украинской коррупции мы будем делать их не рукопожатыми которыми они где факт уже является потому этот бедня бедняжка должен или попала сейчас с людьми улара балла и на мальдивах отсиживаться а мы сделаем их и формально потому что все должны понять украину нужно спасать от коррупции украинский народ заслуживает лучшей жизни ты как нигде кстати больше про это напоминать посмотрите где было больше 91 те охоте находилась украина 91 украина была намного богаче больше а сейчас под больше 5 раз богаче украины вот результат этих же реформ этих олигархов олигархов этих разводников и конкретно саму большого разводник разводника за всю украинскую историю недоразумение увидев порошенко и у организованной преступной группировки украинский народ намного сильнее и выше чем о пг петра мальдивского юрия сейшельского и арсена бакинского вот то что я хотел сказать а прошу 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 будет это был приватный литак я не знаю кому он мне належал я бачил разные информации я не знаю его могли сняти и арендувать но это был приватный литак это был литак бичкрафт все что я знаю там был так званый пассажир то есть человек который его арендовал это конечно был представитель пары потому что он весь час молчал просто спостерегал за мной но формально он был оформлен на него то что это формально он не был оформлен на меня и я была когда они весь час вели диалог с польшей про депорту депорту мое депортование польша ответила тоже справедливо что если я погожусь формально если все процедуры были цивильными и если права будут люди все было сделано так сгідно с правами и регуляциями и еще раз секретно если я погожусь они меня не принимают и мы и так это знали у них не было никакого погоджения вы видели как это погоджение произошло я никогда не погодился больше они меня не загрожили они сказали мы тебя экстрадуем в грузии я сказал добрый экстрадуйте экстрадуйте если у вас выйдет грузинская влада меня тоже боится проблема в том что и грузинская влада и грузинские олігархи и российские и ну российская влада я и украинская влада они все меня боятся не хотят бачить на этой территории вот и все а я все зробили технично треба это ну найти кто это арендувало кто за это я была конкретно ну чему на чему так я не знаю и когда меня спочатку меня посадили на гвинтокрил я думаю что меня на гвинтокриле будет до кордона вести я думаю что они еще не таком будут коррестоваться но гвинтокрил был для того чтобы ну найти возможность уникнуть людей которые могли так дорогу перекрыть или что-то такое они тоже были переляканы они весь час меня пригрожали в дороге загрозы были такие что я по-перше они все говорят только российская мова все эти бандерлоги они все говорят только российский доброе это не проблема но они тоже как я с ним мать беседу в минулому разе когда меня захопили ванны все захопливаются путиным они кажут пусть и выновил порядок и у них что ни слова томат и когда они говорили что мы сейчас будем тебя стрелять и говорю стреляют и что и будут стреляли что и реально это просто этих людей надо эти с этими отрядами когда это были отряды януковича они гоняли война сейчас их используют бандит аваков и порошенко для своих бандитских целей но их надо распускать их этих людей нужно наказывать они нескольких берку перпутов распустили этим все обошлось эти люди которые со мной сидели первый раз фуришь на этот раз в городе никаких не было мини-бассе они при мне рассказывали как они разгоняли майдан и эти же люди используются для чтят для людьми пришедшим на крови майдана людьми которые каждый день мотивируют свое пребывание у власти крови украинских солдат они используют тех же людей которые разгоняли убивали майдан это не вызывать никакого сомнения и польская влада чором меня встречали члены польского сейма когда они получили информацию о предыдущем они очень быстро приехали меня встречали польские прикордонники со мной был только документ как так называемый документ ряд миссий они смотрели на него и первое что они запитывали застосовалась ли сила я сказал что так потребен ли лекарь ну у меня есть много синяков но я не думаю пока что не потребует вручания лекаря они и они запитали официально потому что это официальная процедура польской влады если я буду вертаться за политическим поражением польши на что я буду на что я буду я буду у меня есть планы побачить со своей родины в нидерландах это я буду заниматься политическим делом а вы отримали дзвенки за своих захидных политиков партнеров кто спитриму и вас ну нет и . . . . . . Продолжение следует... Президент Порошенко decided that I am his most dangerous opponent. Otherwise, it's hard to explain what the set of measures can apply against me. First, more than a year ago, they registered our party on another person's name. And we had hard time, hard juridical battle. We are still in that battle to get full registration of our party back from that people. Second, they deprived me of my nationality in violation of international law. Because international law forbids expressly, and Ukraine was the same, to deprive a person of nationality that doesn't have any other nationality. I didn't have any other nationality, so depriving me of nationality was clear violation of international law. But as a permanent resident of Ukraine, and because I don't have any residents anywhere else, I went back, and it was perfectly legal for permanent residents of Ukraine to go back. They enacted all kinds of obstacles against me. When I entered Ukraine, they started a criminal case against me, on charges of coup d'etat, and getting illegal financing from abroad. And then, yesterday, a group of armed people, I think around 40 of them, entered a cafe where I was having tea with my friends. Seized me with brutal force, put me into a minivan, drove me for 40-45 minutes very fast to a helicopter. The helicopter circled above Kiev for another 40-45 minutes. On the way, they were very, they used brutal force. They managed to shoot me all the time. They almost strangled me from all sides. And then they, basically, they put me on the plane, and you know the rest. Now, having said that, it was totally illegal, because Polish sites have clearly indicated that, that if ever I come back to Poland, there should be my expressly expressed consent, that I want to go back to Poland. And then Poles were willing to take me, of course. Of course, I never gave this consent. And even more, I have a status of permanent resident of Ukraine, and I am entitled to be in Ukraine. And I even had a paper entitling me, that needs to be extended every three months, until March, that I was entitled to be in Ukraine. The reason why they did it, because they are afraid that on 18th, we have a big popular march against corruption in Kiev. And it will be joined by all kinds of different politicians, but it was initiated by us. Whatever Perashenko does, I am an Ukrainian politician. Of course, I am also a Georgian, but I am an active Ukrainian politician. I will stay as an Ukrainian politician, and I will fight till the end against corruption and corrupt oligarchy in Ukraine, as well as in Georgia. This is my express, this is my clear goal. I will do it from the time being, from here, from Europe, because I am free to move here. In Ukraine, I was all the time harassed by police, with illegal search, with arrests, with surveillance, with open surveillance. They terrorized lots of our activists. But that will not stop us. Now we have mobilization in many places in Ukraine. There are protest rallies next to state administrations in at least half of the regions of Ukraine right now. After what they did yesterday. On the 18th, we have big mobilization in Kyiv. And I will find a way to get back. When we have, we will have one million people in the streets of Kyiv, within a very short foreseeable future. And then they will have to leave power fistfully. This corrupt elite that is plundering and killing Ukraine cannot stay in power. They are killing any prospect of Ukraine. They will lead to disintegration of Ukraine. They will lead to vulcanization of Ukraine. They will lead to mass scale violence in Ukraine. We need to do our best to avoid it. And the West has to realize that status quo in Ukraine is not realizable. It's gonna cost more Ukrainian lives. And it's gonna cost even the breakup of Ukraine. And this is a nightmare scenario which should never ever allow. So, I believe in the bright future of Ukraine. Ukraine will be a superpower of Europe. Ukraine will be as successful as Poland. But for that we need to change the corrupt post-Soviet elite that is killing them. Using more and more methods that look like methods of Vladimir Putin. To be a part of Ukraine. For Ukrainian channel. General PNP to you already? General PNP to you with your own? General PNP to you with your own? I will promise you that this one will not be out for your own. This Lucey. This is the new. This is the man out for your own. You're right? I will not be out for your own. Of use your own, our own. This is the new. The devil will not be out for you. Я вимогаю от него запустить меня до следствий. Я вимогаю от него запустить меня до судових заседаний. Я хочу, чтобы меня запитывали. До речи, они сказали, что я не заявляюсь на допит. Абсолютно брехня. Только один раз, в пятницу, когда у нас была 100% информация, что меня будут захоплять на этом допите, я решил пойти до госпиталя, и у меня была доведка, что я был у лекаря, я был у лекаря. Это был единственный случай, когда я использовал свой право лекаря, потому что у меня были какие-то проблемы, когда это был единственный случай, я появился на все допитки, но этих допитов не было много. Топит был только один. И были разные там следствия, но у меня были допитки по справе Майдана, допитки по снайперу, так называемым, грузинским. У меня было где-то 5-6 прав, по которым я проходил как святок, или как подозрюв. Но по той справе, по так называемой справе державного переворота и грошей Курченко, я требую справедливого Украинского суда. Если Луценко не брехал, когда он выступал в парламенте, а мы все знаем, что он брехал, но он же в разе выступал, как он может так не поважать Украинский закон? Он выступал и сказал, что я очень небезпечный державный злочинец. Если я злочинец, я могу ответить перед Украинским судом. Почему я тут? Почему они меня сейчас не судят? Как можно так нахабно игнорувать любую правовую норму? У них что правники вообще нет в прокуратуре. Я понимаю, что Порошенко в университете не занимался учением, он что-то делал, гроши зарабатывал. Но в прокуратуре же есть прокуроры. Их личный прокурор Левана не есть. Почему я тут? Почему я сейчас не в суде? Почему я сейчас не в суде? Почему они сейчас не проводят следующие действия? Но я вам скажу, что они так боятся, что я вернусь. И я вернусь, что они будут оголошивать меня в розшук. Но если они меня оголошат в розшук, то люди, которые мне позволили залишить Украину вчера, то они должны ответить. Миграционная служба, Аваков, Державная прикордонная служба, или кто-то. Почему я тут? Я не понимаю. Я же, согласно с их заявкой, очень опасный государственный злочин. А ваши соратники вам звонили? Прежде всего, когда полная может спросить о моих реабисистиях в Украину, второе, очень очевидно, я был назван как постоянный житель в Украине, чтобы украсть в Украину. Я сейчас сейчас легально постоянный житель в Украине. Но это будет происходить, когда люди будут мобилировать еще больше. Мы сегодня у нас есть украинские оппозиции, и я надеюсь, что на Граматской платформе, это цивильная платформа, Крышенко партия, он мобилировал всех, и сегодня я думаю, что там Тимошенко и многие другие. Мы должны мобилировать. Если я могу помочь, я буду помочь, я попробую помочь. Мобилировать украинские оппозиции. Мы должны помочь, когда люди будут мобилировать на улице. И, вы знаете, первый раз, когда я был в Украине в Украине, в Янукович, когда я был в Украине. Я был в Украину в Украине. Субтитры сделал DimaTorzok В декабре 2013 года я был в Варшаве, я был в черном списке украинских погранвойск, естественно меня никто не хотел пускать в Борисович. Я собрал в Варшаве большую группу европарламентарев, польских и других, Эльмар Брок, там был представителем комитета Европарламента, там был Бузик, там было Салафранко, там было много их видных европейских парламентарей. Мы прилетели в Киев, естественно погранщики не хотели меня пускать, потом 10 европарламентарев меня окружило и провели меня в Украину. Я приехал на Майдан, выступил там, после чего, после чего мы, значит, после чего через 3-4 дня Янукович вынудил меня в пастыре. Уехать из Украины под угрозой выдворения. Через несколько недель уехал Янукович и на другой же день я приезжал в Киев. Поэтому эти маршруты для меня, Варшава-Киев, Киев-Варшава, то на частном самолете, то в сопровождении тупых спецназовцев, для меня очень известны и понятны. Поэтому в следующий раз, это будет из одного из европейских городов, на обычном рейсе, пусть то там КЛМ или ЛОД, или там Люфтканзе, или МАУ, или чтобы там не было, я спокойно прилечу Борисполь, и я спокойно встретил люди. И это будет ближайшее время, потому что Порошенко приходит конец. Мы должны быть очень глупыми и слабыми, чтобы от него сейчас не избавить Украину. Но не может эта банда дальше управлять Украиной. Мы должны основываться украинский народ, чтобы спасти украинскую экономику, спасти гривню, избавиться от тарифов. Наконец-то начать узнать эту цифру экономического роста, создавать возможность для украинцев, чтобы они массово не покидали Украину, не выезжали, в том числе, например, Польшу. Михаил Николаевич, сколько планируется в Киеве находиться? Я думаю, я в ближайшее время, я сказал об этом, я собираюсь увидеться со своими сыновьями, с родственниками в Голландии. Но я буду передвигаться после Европы. Польша, Европа, в Европе нет границ. Польша меня очень хорошо встречают, очень тепло. Я себя чувствую среди друзей здесь. Но я буду передвигаться. У меня дела в Украине и в Грузии тоже, но в первую очередь в Украине. Поэтому я это не отделяю друг от друга. Если Украина выживет, то и Грузия будет хорошей формой. А ваши украинские соратники вам звонили отчера? Потому что покидок ваш Порошенко позбавил меня нелегального украинского гражданства. Я маю право не украинского гражданства. Когда я брал украинское гражданство, это не моя забаганька, это не гра была. Это не потому, что меня не было куда-то диваться. Потому что мы, мы, сведомы, выберем напор из украинского народа, против Путина, против Волокарсии. И не надо сейчас мне лекции читать, пойди в Грузию разберись. Порошенко пусть в Молдавии разберется, Аваков пусть в Армении тогда разберется. Может по этой логике пойдем? Будем смотреть на этничность людей. Это пусть никуда. Когда в Украине управляют люди, которые их ненавидят, которые реально считают, что они просто ее временно оккупируют, а их дом где-то в другом месте. И когда они зарабатывают деньги за счет украинцев, и как реально Украина оккупирована этим олигархатом, играть в этническую карту Ахметову, Ахметов, что этнический украинец, Порошенко, когда я учился в университете, он по молдавской квоте был, Аваков, что этнический украинец. Как эти люди играют на этнической карте? Не надо играть. Украина страна, где есть разные этнические группы. Где все равны. Где все равно это равноправие. Украина это есть многоэтническая страна. И не надо рассказывать, что грузины убирайтесь в Грузию. Не надо это Авакову поднимать. Не надо это Гройсмана поднимать. Не надо это Порошенко поднимать. Не надо это Ахметова поднимать. Это не их тема. Не их тема. В Украине живут поляки. Вот мой прессикидаль, например, тут полячка. Украинка. Может быть, я ее больше сейчас оставлю? Нет, нет, нет. Может быть, больше ее оставлю сейчас? Я никогда никогда не говорю, я буду возвращать все украинское гражданство, потому что Украина — это фронт свободы. Украина — это там, где решается судьба всех. Украина — это страна, которая почти много-много лет своей жизни. Украина — это страна, где нам нужно победить на благо украинского народа. И Украина — страна, где все этнические группы равны, и все этнические группы будут работать вместе на благо того, чтобы избавиться от олигархов, которые не имеют национальности. Их национальность и их родина — там, где их банковский счет. Они плевать хотели на Украину, независимо, даже если они этнические украинцы. То, что они в Вышиванках ходят — это их делает больше украинцами? Для меня Украина тот, который не грабит Украину, не унижает Украину, не продает Украину, не продает свою честь и совесть, которых у них нет, кстати. на каждом углу не торгуют национальными интересами. Вот это настоящие украинцы, независимо от их этнического происхождения. А эти люди, даже если они Вышиванках, даже если они сто раз этнические украинцы, если они изменяют Украине, то для меня это такие же враги Украины, как все остальные. И поэтому, когда они говорят, «Грузин интересует Грузию», когда я это слышу от Авакова, ну, неприлично как-то. Когда я это слышу от Порошенко, который за год до меня приехал учиться в Киеве, как молдаванин, и он не отрицал никогда, что он молдаванин тогда, неприлично как-то, некрасиво. Да, я грузин, я не отказываю, я очень горжусь тем, что я грузин. Но я был украинским гражданином, и я есть украинским гражданином, я взял это гражданство очень сознательно. Я патриот Грузии большой, вместе с сотнями грузин, которые сражаются на фронте. Почему этих грузин, которые сложили голову за Украину? Почему им никто не говорил, когда они умирали, что Вы убираете все в Грузию? Почему украинцы, которые сражаются за Грузию, им никто не говорил? Тут маршал Пылшуцкий дал каждому грузину, который сражался за Польшу, каждому бойцу ОНР, который сражался за Польшу, польское гражданство. Порошенко обещал и кинул, как всегда. В отличие от маршала Пылшуцкого, он был маршал Пылшуцкий, а это барыга Приднестровский. Вот и вся разница. И он обещал и обманул. Люди приехали, сражались, сражаются, и он им не дал гражданство, хотя в парламенте обещал, публично. А здесь, когда люди сражались, им дали это гражданство, и в Украине эти люди приехали, и этот гражданство никто не отбирал. Тут в музее восстания Варшавского есть отдельный памятник грузинским офицерам, который я открывал вместе с Лехом Качинским. Польша гордится грузинами, которые сражались за Польшу. Никто им не напоминает, никто им не говорил, убирайтесь сейчас в Грузию. Как сказали грузинским офицерам, эти барыги из Банковой, убирайтесь в Грузию и с мешком на голову их отправили. Меня точно так же вчера надели на голову, светили фонарем в глаза. Точно это я понял, через что прошли наши офицеры, герои, которые сражались на фронте, их мешок на голову и закинули, и так на вертолете выкинули из страны. И эти люди украинцы, которые это делают, это враги Украины. Я не знаю, или они там чистокровные или нет, точно враги. Точно враги Украины. Поэтому играть в этнические темы, национальные темы, это не по-украински. Я был в Запорожской осечеи, там были поляки, чехи, французы, итальянцы, чернокожие, грузины, все были. Основательным был Вайдович-Немецкий, я хочу вам напомнить. Последним Гетманом был переборник. Беларусь. И что? И сейчас, когда советские начатки советского минулого в лице Порошенко говорят, пусть он себя угрожает в Грузию. А чего он, кстати, меня в Грузию вчера не отправил? Он же говорил, что у меня там уголовное оказываю преступление. Он сказал, что Саркашин не имеет права заниматься в Грузии политикой. Украине политикой. А когда он меня кричал, что я горжусь Саркашюри, он был моим однокурсником. Я полностью верю. Ликван Ю Саркашюри это два примера для подражания сингапурской грузинской реформой. Мои слова были ли его? Как вот человек, который меняет свои взгляды так часто, который врет бесконечно собственному народу, какое моральное право он имеет управлять великой страной, доводить на ручки. Поэтому мне кажется, что украинский народ немедленно, немедленно они должны подняться, и немедленно мирно отодвинуть их от власти. Если кто-то думает, что они проведут обычный выбор 2019, этот человек, который крадет у своих солдат, который наживает на крови солдат, который крадет у бюджета, который все госсаказы оставляет на себя. Сейчас скандал скорой Богдана, все остановились. Гладковский, его партнер, зарабатывал на топливе для армии, для скорых для армии, они весь огромное количество денег. Порошенко стал бизнес-партнером Ахметова. И они зарабатывают огромное количество денег для чего? Для своих карманов. Эти люди не имеют морального права управлять Украиной, наша святая обязанность и долг перед Украиной. перед идеей свободы, перед демократией, перед идеей европейской идеей Украины. Помочь украинскому народу избавиться от этих краупиц. Что тут непонятно? Порошенко знал, Порошенко знает, что я умею организовывать, Порошенко знал, я был его учительом революции оранжевого. Он со мной координировал каждое действие перед оранжевым революцией. Он точно знает, что я умею организовывать широкое народное движение. Но в отличие от Украины, это движение привело Грузии к большим реформам, большим прорывам. А Украине это привело к захвату олигархов. Поэтому он меня боится. Он меня боится, как черт ладана. Он меня боится больше, чем боится всех остальных. Почему? Потому что он знает, что я делал, он у меня учился этому делу, но ничего так и не научился. Поэтому... Потому что он нельзя... Я не могу учить его честность и порядочность. Это у тебя есть или нет? Он думал, что это все для пиара и для красоты. Михаила Николозович, ваши украинские соратники вам звонили вчера? Гриценко, Тимошенко, вам звонили вчера? Захидные политики, возможно? Вопросы. Смотрите, я могу увидеть и информацию. Но, вчера я здесь встретил корень министра, я встретил сейм, и все руководства. Я имею на то, что все партии. Я украинец по украине, в зависимости от кого, конечно, я многое знаю, что сейчас руководство, я знаю президент Жуда. Я знаю... Я мог бы встретиться в Министерстве, мы увидимся, но, конечно, у меня есть какие-то встречи, но это очень формально. Я не имею никакого официального позиции, как мы знаем, но я, конечно, в позиции являюсь огромным admirателем Павла. Для меня, в последнее время, я проведу два месяца здесь. Это был замечательный опыт. Я так впечатлялся от Павла, по поводу прогресса, по поводу прогресса, по поводу того, что вы достигли. Первый раз я приехал из Павла в 1990, и Украина появилась гораздо лучше. И теперь это точно vice-versа. И я думаю, что это роль модель для развития экономики, для строительства, для строительства и для Украины. Так что, для меня, я мечтаю, когда Украина также станет большим силой Европы. Я верю в будущем, я верю в будущем. Я верю в будущем, что Украина имеет больших будущих. Я верю в полицию, что украинский статус был сильный, свободный и свободный Украинский. И мы сможем туда. Так что я могу сказать. Excuse-me. Я уже сказал вам, что... Спасибо. 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 Спасибо.